Привет, друзья! Сегодня у нас будет небольшой обзор маски велосипедной. В принципе, я расскажу немножко по маскам. Еще осенью я начал катать уже в своей новой маске, сменил очки, так сказать, и тестил. Пробовал сравнивать очки, маску. Также до этого у меня была горнолыжная маска, я часто катался в ней. И осенью я сразу же хотел снять видео, рассказать как, чего, о своих впечатлениях. Но подумал о том, что, наверное, это будет сильно рано, и поэтому я еще покатался зимой, покатался ранней весной. И вот сейчас уже понял в целом для себя историю с маской, очками. И теперь более объективно могу их сравнить, рассказать о своем опыте и о том, в каких условиях лучше использовать маску, в каких условиях лучше очки. Ну и, возможно, немножко сравним велосипедную маску и горнолыжную. В моих видео вы часто видите, что я катаюсь в маске, и я думаю, как оно выглядит, как оно сидит, уже многие из вас видели. Кто не видели, в будущем любые видео с покатушки всегда можно обратить внимание. До этого у меня был опыт кататься в фулл фейсе с очками. Был опыт кататься вот в таком шлеме с очками и маской. Первый был опыт кататься в фулл фейсе вот с такой горнолыжной маской, которая, кстати, довольно-таки недорогая, тоже довольно-таки рулит. И сейчас обо всем по порядку. Первый опыт это очки и фулл фейс. Очки и фулл фейс отлично подходят вам, если нету какого-то супер жестяка. То есть, грубо говоря, если вот на дорогожечах покататься, допустим, все было ок. Но я помню, когда мы с Колей поехали на мегалавину во Франции, в принципе, вот подобный формат, когда ты в горах катаешься, на хорошие трясучки очки начинают вываливаться, и это не сильно комфортно. Плюс, конечно, грязь, пыль, оно туда залетает, как бы очки сильно хорошо так не прилегают. В этом плане маска выруливает. Теперь мы переходим к тому, чем отличается маска горнолыжная от велосипедной. Велосипедную, я привожу пример, это та, в которой я катался, это джубо квикшифт. Они полностью сделали новую маску прошлой осенью под велосипед. И она, конечно же, отличается от горнолыжной. Как минимум, вот есть несколько нюансов. Первый нюанс, ну, во-первых, эта маска идет полностью безрамочная. Это уже прикольно. Я не знаю, может, это есть и горнолыжная, и безрамочная. Но вот тут это классно, у тебя получается суперогромный широкий обзор. То есть вы можете сравнить вот обзор в этой маске. То есть ты ее, когда надеваешь, ты понимаешь, что ты видишь все вокруг. То есть ты до этого вообще ничего не видел, а ты так взула и забула, знаете, как говорят. Здесь обзор ограничен. Потом мне очень понравилась здесь прозрачная линза. Хотя у них есть версию этой маски, когда тебе дают в комплект и прозрачную, и категорию 2. То есть это такая слегка затемненная. И также уже вышли те, которые фотохромные, но они еще не в продаже. Там буквально по одной, по-моему, приехала в Украину. В принципе, они будут в продаже уже в следующем году. Вот как минимум по линзе вот такая вот разница. То есть это Natural Light называется. Natural Light. Кто там любит, чтобы все было правильно. Сразу перейду к помимо того, что вот обзор. Ну тоже горнолыжные маски бывают разные. Можно взять дорогую, крутую. У нее будет обзор, например, лучше. Нюанс, который вот мне тоже попался. В этом разницу сразу можно почувствовать. Здесь очень мягкая вот эта вот поролонка. И она довольно-таки приятная. Здесь мне было сначала не сказать, что прям сильно комфортно. Здесь она жестче. Но сделана она жестче для того, потому что у вас будут ветки. У вас будет постоянно другой формат использования. Более жесткий для того, чтобы она не разорвалась. При этом они здесь сделали вот такой слой. Типа как защитный. То есть здесь несколько слоев. И считается, что это мягкая. Но мягкая достаточно, чтобы вот она не разрывалась. То есть в принципе по сравнению с этой она плотная. Это прям очень мягенькая. К лицу, конечно, не так приятно, как эта. Но будем надеяться, что она будет служить дольше. Именно у этой маски Joubo Kick Shift они еще сделали вот такие съемные носовички. И это супер-супер крутая штука. То есть вы можете вот так вот снять один, второй. И у вас получаются практически очки, но только вот в виде маски. Это дает дополнительное проветривание, дополнительное пространство. И вы чувствуете себя более комфортно. Но у меня возник небольшой нюанс вот с этой штукой. Заключается он в том, что когда ты снимаешь вот эти носовички. Буду их так называть носовички. Вот эта штука сильнее начинает. То есть так оно по всей ширине прилегает. И вроде норм. А так оно начинает сильнее тебе давить вот здесь вот. И к этому надо привыкнуть. То есть, конечно, регулировка у меня здесь уже была на максимум отпущена. Я к этому так вроде привык, вроде нет. В общем, надо привыкать. Также есть нюанс такой, что здесь вот этот ремешок. Он сделан специально вот с такой силиконовой прослойкой. Для того, чтобы на шлеме он просто держался. То есть у меня вот нет сзади на шлеме никаких крючков. Там еще что-то. Но держится оно все круто. Просто потому, что просиликоненный ремешок. И оно никуда не слетает. И минус, который я здесь заметил с этим ремешком связан. Это то, что запасных ремешков я в продаже не увидел. Оказалось, что он здесь несъемный, не меняется. То есть, на мой взгляд, это как бы недостаток. Было бы здорово, если можно было бы его поменять. Потому что вы можете его порвать. Не знаю, кто там уже там. Ребенок ножницами вам перерезать. Ну, здесь вот чуть-чуть он зашарпался. Но это такое. Это просто вот липучки не любят. Кстати, этот ремешок тоже есть такой нюанс. Что касается цены. Естественно, что за все эти фичи надо платить. Такая маска у нас вот на сайте официальном Joubo. Я зашел, специально сравниваю. Если мы берем вот эту вот красненькую с прозрачными линзами. Ну, такая красненькая у меня с одной линзой с прозрачной. Она стоит 100 евро. В Украине это цена дешевле. Это 100 баксов. И вот эта маска, например, стоила раньше, когда я себе ее брал. Это скотт, фактор, по-моему, самая простая. 30 баксов примерно она стоила. То есть разница в три раза. И, естественно, вот я сейчас смотрю на одну, смотрю на другую. Вот эти все технологии. Оно прям чувствуется, конечно, что это небо и земля. Ну, и в катании это тоже чувствуется. Просто я на этой, когда катался, мне было вроде неплохо. Но когда после этой, допустим, ты берешь и вот эту надеваешь, то такое чувство, что до этого ты ничего не видел. Конечно, очень хотелось бы протестировать именно фотохромную линзу. С другой стороны, мне было бы ее немножко жалко, потому что линза тут поликарбонатная линза. Она там защищена от всяких штук. У нее есть антифог. И он действительно работает. И это все круто. Но вот интересно, насколько будет защищена именно фотохромная линза. Но если бы была фотохромная, было бы круто. Но если вы выбираете вот такую, когда у вас две линзы, это хорошо. Но если выбирать так, чтобы была одна, то я бы брал, наверное, все-таки прозрачную. Потому что зачастую вам хорошая прям видимость, очень хорошая, нужна именно когда вы влетаете в лес. А в лесу солнце, ну, обычно нет. Другими словами, когда я катаюсь в тех же Карпатах, для меня очень важен момент, когда я залетаю в лес, чтобы я что-то видел. Потому что ты на ходах влетаешь туда, и с огромной вероятностью поймать дерево, ветку, что угодно. Когда ты куда-то поднимаешься наверх, где нет деревьев, пространства и так далее, то в принципе можно прикрыться козырьком, еще как-то. То есть это не смертельно. Но вот когда ты на ходах влетаешь в лес, вот тогда, конечно, видимость нужна. Также, если вы идете, например, в бэк-кантри, вы можете взять с собой очки. И когда вы поднимаетесь вверх, снять челюсть, надеть очки, себе там прохлаждаться. Но потом, когда будете уже лупить вниз, натянуть все обратно, обмундироваться и быть в полном экипе. В таких масках обычно идет двойная линза. То есть здесь их две. И это защищено от царапаний. Здесь есть антифок. Он реально работает. То есть если очки у меня запотевали, то вот эта маска, она один раз только запотела, когда я очень сильно контриил на ней, не снимал вот эти носовички. И был такой прохладный воздух, я оттуда сильно себе дышал. В принципе, она подзапотела вот у меня один раз. Также вы видели, как я езжу в этой маске вот с таким вот шлемом, с такого типа шлемом. Это очень комфортно. Так же, по сути, как и очки. Основной смысл в том же, как и в фуллфейсе. Маска не слетает. Когда вас сильно трусит, она не уходит никуда. Помимо этого, есть смысл в маске. Вот сейчас был очень холодный ветер. Это ранний осень. Плюс еще зима, когда ветер прям очень холодный. В очках мне ехать сложно. То есть, мы один раз покатались, у меня глаза были такие красные. И мне реально было очень неприятно. Потому что, когда ветер такой морозный, холодный, оно задувает. Как бы хорошо там очки не прилегали. И все эти дела, все равно оно где-то как-то попадает. И ты прям едешь неприятно. А потом еще и глаза красные. Поэтому, если холодный ветер, даже если вы не едете по каким-то жестякам, если у вас нет каких-то там спусков, где супер продувает, тем не просто холодный ветер. То есть, еще ранее, это как весна или вы зимой катаете, например. То вполне логично и есть смысл кататься в маске. Также, если вы катаетесь на электротранспорте, самокат, моноколесо, что угодно. То есть, большие хода, разные условия. Честно вам сказать, есть смысл кататься в маске. Потому что в маске ты вот так вот ее надел и ты в домике. Просто вот сидишь в домике, тебе туда ничего не попадает, не прилетает. Так, если прозрачная ринза, вот в данном случае, то тебе еще и все равно там светло, темно, неважно. Очки же для меня, во всяком случае, более комфортно используют, наверное, когда нормальная погода. То есть, это там или лето, или теплый воздух. И если мы говорим про фотохромные очки, то все-таки скорее, когда ты катаешься больше, просто катаешься по улице. Потому что в горах, когда мы катались, вот этот нюанс у меня был с очками. Когда ты влетаешь в лес, вот там пару секунд, сколько 15, 20 секунд надо, чтобы он перестроился. Ну, за 20 секунд можно снести 20 деревьев. Поэтому вот этот момент, чтобы оно перестроилось, мне он не очень нравился. Поэтому я лучше буду ехать по какой-то вершине и чуть-чуть там пощурюсь. Но потом в лесу я буду нормально видеть. Вот я уже понял, что в горах я очки буду использовать только так, чтобы где-то там подъезжать, покайфовать, почилить, куда-то подниматься. А на спусках исключительно буду катать только в маске. Как вы видите, у меня вот такие комбинации. Часто в комментариях пишут, что что-то как-то, что там фул и очки плохо выглядят. Что вот эта маска с этим шлемом плохо выглядит. О том, как оно выглядит, я думаю, можно не переживать и не волноваться. Потому что вы на велосипеде. И в принципе, если вот смотреть на вот такую вот компоновку, как бы вы это не сочетали, выглядеть оно будет в любом случае нормально. Речь идет все-таки о велосипедной каталке, а не о показе мод. И иногда вот эти комментарии о том, как что выглядит, ну честно говоря, выглядит немного смешно. Теперь, друзья, покажу, какие есть варианты на сайте. Я сейчас на официальном сайте Julbo. И вот есть такая белая маска с прозрачной линзой. И есть вот те, которые, к сожалению, не могу сейчас вам показать живую. Но вот есть такая вот голубенькая маска, например. Она стоит уже, видите, дороже. Здесь 110 евро. Ну, в Украине это будет дешевле где-то 100 евро. И она идет с маской вот Spectron 2. То есть Spectron 2, это означает, что у вас будет категория 2 затемнения. Также здесь мы выбираем вот такую красную маску. И она уже идет с линзой Spectron 0 и плюс 2. То есть это будут две линзы. Одна будет прозрачная, вторая плюс 2. Она уже стоит 140. В Украине это я считал, по-моему, 118 евро на сегодняшний день. Есть такая же желтая маска. Ну и фотохронные, они только-только появились. Если вам нужна прям очень фотохронная, она, по-моему, 200 баксов стоит. Можете написать мне по этому поводу в мои личные сообщения в Инстаграме. Вот здесь вот мой аккаунт. Если вы еще не подписаны, кстати, подписывайтесь. Буду рад вас там видеть. Ну а на все эти маски, которые мы только что смотрели, я оставлю ссылки под видео. Конечно же, не забывайте о том, что у вас есть промокод StandStep, который вам дает скидку 7%. Применить его можно прямо при заказе на сайте. Я надеюсь, что мой опыт был вам полезен. И если вас интересует еще какая-то тематика по поводу моего шлема, защиты, возможно, каких-то компонентов, что-то, что вы регулярно видите в видео, но об этом еще не было обзора, обязательно напишите об этом в комментарии. С радостью сниму этот обзор для вас. Ну а сегодня спасибо вам за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok